Добрый день, уважаемые зрители! Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду ваши плюсики, которые будут означать, что трансляция идет нормально. А пока я нас всех с вами поздравляю с наступающими праздниками. Скоро великий праздник Победы, послезавтра. И вот давайте потихонечку к нему будем готовиться. Я вижу, что с трансляцией все в порядке. Ваши плюсики говорят, что все хорошо. Начинаем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас выходило и что нас с вами ожидает. Ну, прежде всего, начнем с того, что было уже вчера. Вышли данные по ADP, изменение числа занятых. Мы вчера с вами об этом уже говорили. Данные оказались очень нехорошими. И нужно сказать, что американский доллар очень сильно отреагировал, и все мировые валюты укрепились по отношению к американскому доллару, поскольку данные оказались не очень хорошими. А этот показатель ADP – это некий такой косвенный, не прямой, конечно же, да, ни в коем случае, а такой косвенный предвестник, каким в пятницу будет выходить показатель количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Non-farm payrolls. И вот инвесторы были разочарованы этими данными. Правда, есть разговоры, и об этом говорят, что вот выход этих данных не очень хороший, который совпал, не совпал с прогнозом, значением оказался хуже, не говорит о том, что non-farm обязательно будет плохой. Но при этом определенная настороженность, тем не менее, есть. Выросли вчера затраты на рабочую силу, чуть позже было выступление главы Федеральной резервной системы США, американского регулятора Джанет Йеллен. Но речь ее была достаточно такая обтекаемая, практически никакой конкретики не было, и все, что она говорила, касался в основном не кредитно-денежной политики, даже не валютного рынка, а речь, скорее, шла о фондовом рынке. Ну вот, в частности, Джанет Йеллен сказала, что то ралли, которое было на рынке акций, оно сейчас уже, по сути дела, прекратилось, и цены стали достаточно высокими. И вот поскольку рынок не получил абсолютно никакого сигнала от нее, да, а говорила она с директором-распорядителем международного валютного фонда Кристин Лагард, вот в этой ее беседе, которая была, как я уже говорил, такая достаточно обтекаемая, по сути дела, ни о чем, а рынок, не получив сигнала, он как бы переключился полностью на то, каким будет выходить показатель, который выходит в пятницу, рынок труда. То есть все стали как бы ждать и ориентироваться на это. И даже более позднее выступление господина Локхарда, члена Федеральной резервной системы, который был более оптимистичен в своих заявлениях, да, он, в общем-то, говорил о том, что он как раз коснулся немножко вопросов кредитно-денежной политики, говорил, что вполне возможно, что повышение ставок будет уже в этом году. Но как бы сигналов сильных рынок не получил, может быть, он не получил от него, да, но как бы не отреагировал на это дело. И если посмотреть, вот давайте я вам сразу сейчас покажу, фьючерс на индекс американского доллара, да, вот это вчерашнее снижение, прям можем посмотреть, как это происходило с того момента, как вышли данные по ЭДП, выступление Джанет Йеллен, Локхард и так далее, да, все время происходило вот это самое падение. И здесь мы с вами, в общем-то, не наблюдали никакого оптимизма. Далее вышли данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов, которые оказались не очень хорошими, и нефтяные котировки, которые до этого достаточно прилично росли, вот после выхода изменений запасов, когда рынок понял, что запасы снизились и все достаточно не очень хорошо, то нефтерыные котировки пошли вниз и закрылись практически полностью доджиком, практически была полная неуверенность закрытия на закрытии торгов вчерашнего дня. Сегодня, утром в 2 часа 30 минут, вышел индекс активности в строительном секторе по Австралии, он немножко снизился, дальше были данные по изменению объема денежной массы, который немножко оказался выше прогнозного значения, но практически полностью совпал со своим предыдущим значением, то есть значение денежной массы не изменилось, она осталась точно такая же, на том же уровне. Соответственно, японская иена никак на это дело не отреагировала. А вот австралийский доллар, несмотря на то, что данные по безработице оказались выше, чем в предыдущем отчетном периоде, он все-таки немножечко укрепился, но потом в течение дальнейшего торгов немножко начал сдавать свои позиции. Так, что у нас еще здесь с вами? Ну вот по Австралии, пожалуй, следует сказать следующее, то, что в новостях пишут, что инвесторы будут внимательно изучать ежеквартальные заявления Резервного банка Австралии по кредитно-денежной политике, которые будут опубликованы позже, в пятницу, то есть не сегодня, а уже завтра, и будут следить, чтобы понять силу склонности к смещению кредитно-денежной политики Центрального банка. Они ожидают, что Резервный банк Австралии будет настроен более пессимистично в отношении австралийской экономики, а появляющийся оптимизм в отношении спроса домохозяйств вероятно будет более чем нивелирован опасением по поводу перспектив капиталовложений в горнодобывающий сектор и за его пределы. Курс австралийского доллара на настоящий момент остается по-прежнему немножечко завышенным, и поэтому, в общем-то, очень многие инвесторы, несмотря на то, что короткие позиции сейчас сокращаются, вот мое частное мнение, оно не совпадает с мнением большинства, скорее всего, то, что в свое время был озвучен уровень 0,75, потом уровень 0,7, этот уровень пока что еще никто не отменял. И хотя были заявления разные, были мнения, что больше не будет понижать свою процентную ставку Резервный банк Австралии, но, с другой стороны, были такие мнения, которые говорили, что это понижение вполне возможно будет еще неоднократно. Мы не будем с вами гадать на кофейме гуще, но если это понижение произойдет, то уровень 0,7 вполне в перспективе достижим. Если же нет, посмотрим, как будут развиваться события, ну а на текущий момент все внимание, конечно, будет приковано, по большому счету, к выходу показателя в пятницу, Non-Farm Payrolls. Что у нас было с вами дальше? В новостях давайте посмотрим. По Японии индекс деловой активности в секторе услуг оказался хорошим, но, опять же, повторюсь, японская иена немножко укрепилась, но очень незначительно. Вот те движения, которые сейчас происходят по японской иене, чуть позже мы с вами это дело увидим, когда будем смотреть технику, то японская иена уже давным-давно практически никуда не идет, она застопорилась, стоит на месте. Далее, в 8.45 вышли данные по индексу доверия потребителей по Швейцарии, и сегодня были резервы в иностранной валюте. Здесь нужно сказать, что валютные резервы Швейцарского национального банка в апреле сократились на полмиллиарда швейцарских франков, в основном из-за ослабления доллара США. Об этом свидетельствует опубликованный четверг Швейцарским национальным банком данные. Вероятное уменьшение валютных резервов банка было обусловлено ослаблением доллара, на долю которого приходится почти треть валютных резервов Швейцарского национального банка, сказали аналитики. Это я вам зачитываю новости, которые идут в нашей двусной ленде Доу Джонса. И далее тут говорится, что пара доллар-франк в апреле, это не из-за вчера, а именно в апреле, упала практически почти на 4%, тогда как пара евро-франк торговалась практически без изменений. Далее, что у нас тут с вами было. В 9.00 производственные заказы по Германии, месячные данные немножко подкачали, оказались хуже прогнозного значения, ждали роста в полтора процента, получили всего 0.9, годовые данные оказались позитивными, было значение минус 1.3% со знаком минус, теперь рост. Если на круг посчитать, то в целом это у нас практически 3.2% положительной динамики. Это очень-очень даже впечатляюще. Так, далее. В 15.30 сегодня вышли данные по повторным и первичным заявкам по безработице, они оказались хорошими. В это же время вышли данные по Канаде, разрешение на строительство, которые тоже оказались значительно лучше, чем ожидали, ждали роста в 2.5%, получили 11.6%. Это действительно очень-очень сильный позитив. Было пересмотрено предыдущее значение, его значение теперь считается минус 0.3%. В Великобритании сегодня парламентские выборы, новостей никаких по Великобритании нет, и поэтому британский фонд достаточно нервно реагирует на то, что сейчас происходит. Там идет экзит-пул, но каких-то серьезных комментариев по поводу выборов Великобритании я пока что не видел. Вот примерно такая картиночка по макроэкономической статистике на текущий момент. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Не забывайте, да, вот в конце еще немножечко скажу, что завтра нас с вами ждут комментарии Резервный банк Австралии по кредитно-денежной политике, есть заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии, это тоже очень важная вещь. Торговый баланс Китая, тоже вещь очень важная. Я немножко пропускаю умышленную промпроизводство, торговый баланс по Германии есть, да. И вот безработица в 15.30 завтра и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Вот это как раз и будет одним из ключевых моментов, на которые рынок будет обращать внимание. Почему канадский доллар почти никак не отреагировал на положительную сторону, на данные по строительству? Иван, дело в том, что никогда нельзя однозначно сказать, что вот если сейчас данные выйдут положительные, то реакция будет очень сильной и, соответственно, наоборот. Плюс этот показатель, да, он не считается уж таким важным, как вот здесь написано, да, в календарике. И очень часто реакция рынка бывает совершенно парадоксальной. Вот я в своей торговле очень часто наблюдал такие вещи, что, например, на примере того же Nonfarm, да, Nonfarm выходил, прогнозировался, скажем, на уровне 250, а выходил вообще 320, такое было один раз в истории, да, и поскольку очень были хорошие данные, евро должен был по отношению к доллару просто полететь вниз. Полететь не просто упасть, а именно полететь в клинч. И с точностью до наоборот европейская валюта начала укрепляться. Такие вещи случаются. Поэтому вот этим как раз очень непредсказуем фундаментальный анализ, поэтому иногда данные выходят положительные, и при этом рынок не верит примерно в то же самое, что было с процентными ставками, да. Это опять же как бы ответ на ваш вопрос. По Резервный банк Австралии понизил свою ключевую процентную ставку, а вместо этого австралийский доллар начал укрепляться. Казалось бы, с чего бы, да. Вот такова была реакция. Заявки по безработице снижаются. Это нормальная вещь. Это как бы показывает то, что происходит на рынке труда в целом. А индекс сокращения рабочих мест, они, видимо, по-разному считаются. Если честно говоря, Антонина, у меня нет железного ответа на ваш вопрос. Если хотите, я постараюсь в этом деле разобраться и завтра на ваш вопрос ответить. А то, что сейчас коррекция или некоррекция, это мы будем рассматривать с вами дальше. Сейчас меня интересуют ваши вопросы только по макроэкономической статистике. Итак, давайте, если есть вопросы, напишите коротенькое слово «Есть». Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Если же вопросов нет, то мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Итак, начнем с индекса американского доллара. Вот я вам уже показывал, да, вчера он падал как раз на данных, начиная с того, как начали выходить данные по EDP, потом наступление Джанет Йеллен, Локхард выступал, и тем не менее американский доллар снижался. Это очень хорошо видно на часовом таймфрейме, какова была динамика фьючерса на индекс американского доллара. Теперь, если посмотреть нефтяные котировки, как я уже говорил в начале занятий, да, в начале нефть укреплялась. Это, опять же, хорошо видно на часовом таймфрейме. Вот, но как только вышли запасы, и запасы были излишние, они начали сокращаться, да, и вот мы увидели с вами взрывное падение котировок цен на нефть. Это было и с нефтью марки WTI, и с котировками марки Brent. И та и другая нефть закрылась доджиком вверх, то есть очень-очень большой хвостик вверх по обоим маркам нефти. Индекс доллара, как я уже сказал, снизился. Теперь давайте посмотрим шестерку мажорных валютных пар, который составляет, собственно, вот этот вот фьючерс на индекс американского доллара. Смотрим триаду прямых котировок, начинаем с пары евро-доллар, как обычно. Что у нас здесь с вами? Тренд, восходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикаторы OSMA. Ну, у нас, посмотрите, есть дивер, поскольку вот эта свечка уже закрыта, да, свечка закрыта, давайте я вам его отрисую, чтобы было хорошо понятно, о чем идет речь. Вот у нас с вами так расположены экстремумы наших цен и вот так расположены экстремумы индикатора Momentum. Здесь рост, здесь снижение. Налицо дивер, несоответствие. Поэтому сегодня день покупок, это совершенно однозначно, это не поддается никакой трактовке, но при этом, поскольку есть дивер, да, вы берете в объем только половину своей сделки. Ни в коем случае не берите целую, поскольку есть вот это вот преднеприятнейшее состояние в виде дивера на индикаторе Momentum. Итак, направление сделки нам совершенно четко известно. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив. Ждем, когда отлив закончится. Это нам с вами как раз на руку. Дожидаемся окончания отлива и на начале формирования новой проливной волны по сигналу осциллятора в покупку вы определяете, когда наступит момент входа. Повторяю, сегодня по евро-доллару день покупок, но сейчас вы ждете, когда закончится отлив. Окончание отлива можно будет определить по сигналу осциллятора в покупку. Можете в качестве дополнительного инструмента набросить себе фибу. То есть если фибу, это нужно сделать, конечно, очень тонкую. Ее ни в коем случае нельзя делать серьезной. Это вот такая слабенькая фиба должна быть. И ее нужно пометить, что она должна отображаться не на всех таймфреймов, а только на часовом. Даже на четырехчасовом таймфрейме. У других она уже будет вам только мешать. Так вот, когда отлив закончится, и если это произойдет, сигнал осциллятора в покупку, например, совпадет с уровнем 50% фибоначчи или на уровне 61,8, который здесь жирненькая, старая такая фибочка есть, и уровни 61,8 практически совпадают у обоих фиб. Вот в этом случае, если будет сигнал, и отскок в этом случае произойдет, то качество этого сигнала осциллятора будет более весомым. Это вам может помочь в качестве дополнительного инструмента. Итак, ждем, когда сигнал на четырехчасовом таймфрейме будет сформирован, зафиксирован и не сможет отмениться четырехчасовой свечкой на этом четырехчасовом таймфрейме. Значит, после этого нужно будет открыть часовой фрейм и подождать еще консолидации. Вот примерно такой формации узковолатильного бокового движения. И только в том случае, если все-все-все срастется, вы поставите отложенный приказ buy-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели выбираете границу ценового канала на текущий момент это значение, берем ручки и записываем, 1.1520. 1.1520. Вот теперь я жду ваших вопросов по паре евро-доллар. Надежда, что неясно, что непонятно, после того, как я все объяснил. По паре евро-доллар. Итак, вы знаете, что если есть вопросы, значит нужно написать коротенькое слово «Есть», чтобы я сделал паузу и подождал, пока вы свой вопрос напечатаете. Если же вопросов нет, ставим плюсик, это будет означать, что можно идти дальше и смотреть следующую валютную пару, что нас с вами будет ожидать по британскому фунту, который у нас с вами стерлингов, поскольку вопросов нет, переходим к британцу. Картиночка здесь следующая. Тренд, восходящий в фазе импульса, а гистограмма понижается, вернее, повышается, но находится ниже нулевой отметки. Здесь у нас доминанта бычья, а здесь доминанта медвежья. Поскольку индикаторы противоречат друг другу, это говорит о том, что сегодня по этой валютной паре нужно находиться в режиме стендбай, в режиме ожидания, в режиме сторонних наблюдателей. То есть ни в коем случае сделки по этой валютной паре не совершать, поскольку нет доминирующей группы, именно по британцу. Ну и поскольку здесь ситуация однозначная, она не допускает никаких вольностей, никаких тактовок иных, кроме того, что сегодня здесь ничего не делаем, переходим дальше, смотрим следующую валютную пару, австралийский доллар. Что у нас здесь? Тренд, восходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатор ОСМА. Он поменял свой знак с минуса на плюс. Здесь цены не поделились выше этого максимума, значит, никакого дивера нет, направление сделки нам совершенно четко известно. Это вверх. То есть по этой валютной паре сегодня только покупки, и это совершенно однозначно. Открываем четырехчасовой фрейм, смотрим, что у нас происходит. Идет отлив. Дожидаемся, когда отлив полностью закончится, и на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку определяем, когда наступит момент входа. На четырехчасовом таймфрейме сигнал должен быть четкий, сформированный и зафиксированный. Самое главное, зафиксированный. Он уже не должен отмениться свечкой, на которой этот сигнал возникает. То есть свечка должна быть закрытой, и на этой закрытой свечке должен быть четкий сигнал. После этого часовой таймфрейм, и еще и консолидация желательно. Это узковолатильное боковое движение. Если все срастается, ставите отложенный приказ buy-stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Стоп-лосс определяет каждый, исходя из своего депозита, из своих возможностей. Здесь никаких универсальных вариантов быть не может. Теперь, что касается цели. Давайте мы с вами построим, во-первых, чуть более точно эту линию. Она обязательно требует коррекции. Вот таким вот образом. Теперь, поскольку эта линия была смещена, эту линию мы с вами удаляем. Она уже не актуальна. И проводим новую линию параллельную этой. Вот таким вот образом. Это наша с вами дальняя цель. Ну и давайте рассмотрим ближнюю цель на текущий момент. Вот по этим максимумам. Итак, цель на текущий момент. Значит, я уже говорил, да? Сигнал, консолидация, отложенный приказ buy-stop, и цель. Берем ручки, записываем. На текущий момент ближняя цель, на которую мы с вами ориентируемся, 0.8165. 0.8165. Это ближняя цель. И в качестве бонуса можно рассматривать движение к 38-й фибе, но это уже достаточно такая приличная цель, высоко расположенная. 0.8285. По большому счету очень многое будет зависеть по всем валютным парам от того, каким будет выходить показатель non-farm payrolls. Как покажет себя рынок труда, какова будет безработица в Соединенных Штатах. Было ли это сезонное снижение, как все говорили, и действительно все хорошо, или же наоборот, если действительно данные по non-farm окажутся не очень хорошими, это будет говорить о том, что восстановление американской экономики не такое же оптимистичное, как об этом говорят, и вполне возможно, что цикл повышения процентных ставок будет отложен на какой-то достаточно серьезный период в будущее. Мы закончили анализ обратных котировок, жду вашей реакции, какие у вас будут вопросы. Вы знаете, что если есть вопросы, нужно написать коротенькое слово «Есть», и затем свой вопросик напечатать. Если же вопросов нет, ставим плюсик, мы пойдем с вами дальше, поскольку времени у нас остается очень и очень мало. Вопросов нет, идем дальше, смотрим триаду прямых котировок, начинаем с японской иены. Что у нас по японской иене, по трендовой торговой системе? Тренд восходящий, фазе отката, и то же самое подтверждает индикатор ОСМА. Дистаграмма понижается, находясь выше нулевой отметки. Поскольку фаза не торговая, мы с вами по трендовой торговой системе не торгуем. Теперь давайте посмотрим, что будет говорить диапазонная торговая система. У нас есть совершенно четкий сигнал осциллятора в продажу, но цены находятся в средней трети, поэтому продавать, если цены будут находиться ниже уровня записываемых 119.70, категорически нельзя. Но вы сможете продавать в том случае, сегодня день продаж, посмотрите, да? Но если мы в результате отлива, то есть сейчас идет проливная волна, когда отлив закончится и сигнал будет выше уровня 119.70, только в этом случае можно будет пытаться торговать по диапазоне торговой системе. Если же сигнал возникнет в продажу, а цены будут находиться ниже уровня, который уже в третий раз озвучиваю, 119.70, значит ситуация будет не торговая. Если все срастется и вы будете продавать выше уровня 119.70, значит там будет поставлен отложенный приказ селл-стоп, определить точку выхода, где будете выходить, стоп-лосс, а в качестве цели берется серединочка нижней трети 116.95. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Отреагируйте, пожалуйста. Жду вашей реакции. Вопросов нет, идем дальше. Смотрим швейцарский франк. Что у нас по швейцарцу? Тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор SMA. Но посмотрите-ка, какой у нас очень мощный дивер. Дивер очень мощный, поэтому по швейцарцу берем только половину объема в сделку. Вот он этот дивер. Посмотрите, пожалуйста. Вот так вот расположена у нас цена и совершенно не хочет понижаться индикатор моментум. То есть на лицо явное несоответствие. Поэтому еще раз повторяю, в сделку не более половины объема. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится. По сигналу осциллятора поймем, когда начнет формироваться приливная волна, сигнал должен быть четкий, сформированный, зафиксированный. После чего на часовом таймфрейме еще и обязательно консолидация. И вот только в том случае, если все-все-все совпадет, вы поставите отложенный приказ Cell Stop. Если будет консолидация после сигнала, после момента входа, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Теперь давайте поговорим о целях. Здесь вполне себе можно поступить следующим образом. Немножечко скорректировать трендовую линию. Сейчас покажу вот таким вот образом. Поскольку у нас наметилась так называемая линия ускорения, только ее мы с вами сделаем потоньше. Вот таким вот образом. и возьмем ее вот так, через тот диапазон, который себе позволил этот валютный пар. Теперь мы идем дальше и смотрим, что у нас вот этот уровень расположен гораздо ближе, чем 38-я Фиба. Поэтому в качестве цели на текущий момент берем ручки, записываем, ориентируемся на значение 0.8930, и в качестве бонуса рассматривается движение к 38-й Фибе, это 0.8840. Вот примерно так обстоят дела по швейцарскому франку. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Если есть вопросы, сначала коротенькое слово есть. Нет, сигнала еще нет, Иван. Сигнал нужно ждать. Но ваш вопрос нужно было задавать, когда мы австралийц смотрели. Что же вы с каким запозданием все это делаете? Но еще раз повторяю, сигнала еще нет. Надо ждать, когда сигнал будет. Аллигатор просит показать агрессивную торговую систему, но дело в том, что мы еще не посмотрели канадца. Аллигатора, если останется время, покажу. Итак, по канадцу у нас тренд наисходящий, тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат, поэтому по швейцарцу сегодня никакой торговли. У нас остается золото с точки зрения среднесрочной торговой системы. Что мы здесь делаем? Мы чуточку ниже опускаем верхний уровень Дончиана на максимум вот этой свечки. Вот этой свечи. И, соответственно, чуть-чуть понизится наш полтинничек. Вот так, наверное, чуть-чуть. Но вы можете это сделать при помощи ФИБы. О, таким вот образом. Поскольку фильтры смотрят вниз, отдается предпочтение сделкам только на продажу, поэтому на четырехчасовом таймфрейме ждем, когда цены возможны, я не говорю, что это обязательно произойдет, оттолкнуться от уровня полтинничка нашего. Если это произойдет, должен быть сигнал осциллятора в продажу от этого уровня. На часовом таймфрейме еще и консолидация здесь же. Если все это совпадет, значит, вы будете ориентироваться на нижний уровень Дончиана и варить полпорции черепахового супа с целью до уровня 1178 долларов и 30 центов за одну тройскую унцию. Мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ, поскольку трудящийся просит показать агрессивную торговую систему, смотрим крокодила. Итак, по крокодилу. Евро-доллар резкий разворот, начинать торговать нельзя. Британский фунт сегодня выбор, посмотрите, как его миленького трясет и колбасит в обе стороны. То же самое, ни о какой торговле не может быть и речи, поскольку межфрактальное пространство очень и очень запредельное. Давайте посмотрим. 85 пипсов, это далеко за гранью допустимого. Вот если это будет порядка пипсов 20-25 между верхними и нижними опорными точками, значит, можно будет начинать торговать. Австралиец. Пасть прикрыта, но давайте посмотрим, что у нас здесь с межфрактальным пространством. 72 пипса, это тоже очень далеко за гранью допустимого. Японская валюта, пасть открыта вниз, никакой торговли, ждем, пока пасть закроется, и хищник полностью проголодается. Швейцарский франк, цены в пасте аллигатора, пасть открыта вниз, начинать торговать нельзя. Ну и последний инструмент, это канадец. Здесь уже пасть открывается вверх, начинать торговать нельзя. И шанса чуть-чуть система не дала, поскольку точка находится внутри, чуть выше зубов аллигатора. Вот если бы это было ниже, то тогда вот здесь вы должны были начинать торговать. а так, поскольку этот фрактал считается уже пробитым фракталом, мертвым фракталом, дохлым фракталом его называют, то естественно, начинать торговать было нельзя. Вот это весь анализ на текущий момент. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции, отреагируйте. Пожалуйста, если есть вопросы, напишите слово «Есть». Если вопросов нет, ставим плюсик. Я вижу, что вопросов нет. Есть. Давайте, Андрей, только, пожалуйста, побыстрее. Есть вопрос. Делаю паузу, жду, когда Андрей задаст свой вопрос. Желательно только, чтобы вопрос был по сути, поскольку наше занятие уже практически закончилось, и мы исчерпали весь наш лимит. Итак, поехали, Андрей. Ваш вопрос. На какую тему, интересно, будет задан вопрос? Как называется, где можно более точно прочитать про вашу среднесрочную систему торговли? Это система на основе трех экранов Александра Элдера. На его основе. Есть книжка, которая называется «Как играть, выигрывать на бирже». Там, по сути дела, описана эта торговая система. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Фунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Еще раз всех с наступающими праздниками. Субтитры сделал DimaTorzok